Библейский портал экзегет.ру представляет Мы помним, как закончилась 29 глава, Лия рождает, Рахиль нет, как и сказано, что Господь узрел, что Лия была нелюбима, отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна, и вот Лия рождает уже четверых. Увидел Рахиль с 1 стиха 30 глава, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю. Иаков разгневался на Рахиле и сказал, разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Она сказала, вот служанка моя, Ваалла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. И дала она Вааллу служанку свою в жену ему, и вошел к ней Иаков, Ваалла зачала и родила Иакову сына, и сказала Рахиль, судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан. Мы видим, что здесь, в дальнейшем, увидим сейчас вся 30 глава между Лией и Рахиль, начинается какое-то такое странное соревнование в рождении детей. Лия рождает четверых, Рахиль видит, что она не рождает, она говорит мужу своему, дай мне детей, иначе я умираю. Это такой странный какой-то шантаж, на который обращает внимание и, в общем-то, гневается Иаков и говорит о том, разве я Бог, разве я в этом виноват, как я дам тебе детей. Я, другими словами, он говорит, я исполняю все супружеское, люблю тебя и все супружеские обязанности, но если нет у нас детей, кто в этом виноват. Поэтому странный такой шантаж со стороны Рахили, она говорит, вот я умираю. И далее она прибегает к тому способу, который, в общем-то, был в ветхозаветные времена. Мы видели, что когда у Сары не было детей, она тоже ввела Авраама и сказала, что войди к служанке моей Кагари. Все это передавалось по преданию. И мы с вами говорили о том, что в ветхозаветном сознании Бог этого не повелевал, но часто люди вносят свои предания, корректируют некий божий промысел, стараются это сделать. И вот она говорит, войди к служанке моей, пусть она родит тебе на колени. Действительно, по их представлению считалось, что если родила на колени госпоже своей, то она как бы его принимала, это считалось ее сыном. Это было такое поверье, и мы видим, что Рахиль следует ему, она отдает служанку свою, и от нее рождается Дан. Мы знаем, что колено Данова — это то колено, от которого произойдет Антихрист. Поэтому иногда не буду делать далеко идущих выводов, но скажу, что не стоит вмешиваться в промысел Божий, потому как пусть и Господь неисповедимый, необходимо здесь вооружиться главной добродетелью был Рахили, которое называется долготерпение. Но у нас часто его не хватает. Мы хотим все сделать по-своему, склоняясь на какие-то свои обычаи, на какие-то традиции, которые не соответствуют ни священному писанию, ни святому преданию. Итак, мы видим, что, тем не менее, дело сделано. Она нарекла ему Меддан, и еще зачала родила Ваала, служанка Рахилина, другого сына Иакову, и сказала Рахи, борьбой и сильно боролась я с сестрой моей, превознила Гла, и нарекла ему има Нафаналим. Мы говорили о том, что имена имеют свое значение, и вот Нафаналим означает соперник. Я, в общем, опередила, то есть опережаю уже или догоняю, то есть соперничаю со своей сестрой Лии. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зельфу, и дала ее Иакову в жену. Вот начинается это странное такое соревнование. И Зельфа, служанка Лиина, родила Иакову сына, и сказала Лия, прибавилась, и нарекла ему имя Гат. И родила Зельфа, служанка Лии, другого сына Иакова, и сказала Лия, к благу моему, ибо блаженно будут называть меня женщины, и нарекла ему имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы, 14 стих, и нашел мандрагаровые яблоки в поле, и принес их Лии матери своей. И Рахиль сказала Лии, дай мне мандрагаров сына твоего. Но Лия сказала ей, неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься мандрагаров сына моего? Рахиль сказала, так пусть он ляжет с тобою в эту ночь за мандрагары сына твоего. Иаков пришел с поля вечером, Лия вышла ему навстречу, и сказал, войди ко мне, ибо я купил тебе за мандрагары сына моего, и лег он с ней в ту ночь. Мы видим, что они уже перекупают Иакова, с кем он ляжет, чтобы, ну мы видим, что это все не для похоти, а для рождения детей, но тем не менее ситуация довольно такая странная. Что это были за мандрагары? Мы видим, что они прибегают к разным способам, но здесь говорится о том, что прибегают и к такому, в общем-то, противозаконному способу. Вот что собой представили эти мандрагаровые яблоки. Это мы находим в толковой Библии Лопухина, можно встретить такой комментарий. Мандрагора — это род белины, растущий в Палестине или соседних странах, имеющий наркотические свойства и считающий, содействующий чадородию. На крепком стволе этого растения появляются зеленовато-белые лепесточки цветов, служащие предвестием весне. Из которых к маю созревают небольшие яблочки красно-желтого цвета, сильным наркотическим, хотя и приятным запахом. Вера в таинственные отношения этого растения по строю своему напоминает человека. Побуждало в древности и в средние века приготовлять из него напиток любви. По-видимому, месопотамии мандрагары были редки. И страстный рахиль, не утрачивший еще надежды иметь собственных детей, прибегает к предлагаемой магической силе мандрагаров. В условии, а последних достигает наивысшей степени борьба ли и рахии. Неужели мало тебе завладеть мужем и так далее. То есть, эти мандрагары считалось в их времена, что они обладают каким-то таким магическим, наркотическим средством, что можно к ним прибежать, чтобы, то есть, некий отвар такой, что если им завладеть, если он у тебя будет, то не обязательно будет, будет обязательно зачатие. Поэтому она перекупает, говорит, пусть он ляжет с тобой. И она, надеясь, рахиль здесь на магию, и говорит о том, что если ты мне отдашь эти мандрагары, ты ляжешь с собой, то это бесполезно, вот эта магия позволит то, чтобы у меня произошло зачатие ребенка. Вот так вот люди, когда они начинают соперничать между собой, а всякое соревнование вводит человека в азарт. У меня есть целая статья на разных интернет-порталах, на Азбука Веры, на портале Ирея Даниила Сысоева, который так называется «Полезны ли спортивные соревнования в жизни человека?» У них действительно какое-то спортивное соревнование. Я не против самого спорта как такового, не против физических упражнений, которые необходимы для развития человеческого тела. Но, как говорит апостол Павел, упражнения для тела малополезны. Христианам нужно очень внимательно относиться именно к азарту, который возникает в соперничестве. Вот этот азарт у них здесь дошел до такого состояния, в деторождении, в общем-то, ничего плохого нет, но сам азарт, он их надоумил прибегать к этим наркотическим средствам, вот как у нас и в спорте. Азарт для того, чтобы выше сигнуть и дальше прыгнуть, он приводит к тому, что мы сталкиваемся с печальным, в общем-то, событием. В нашем спорте это допинги и прочие вещи. Поэтому, братья и сестры, будем внимательны к тому, что мы делаем в своей церковно-христианской жизни. Неужели у нас столько много времени, чтобы заниматься там какими-то плясками, чтобы устраивать при наших рамах спортивные клубы? И, может, это и хорошо, но всему должна быть какая-то мера, чтобы это не привело вот к какому-то азарту тому, к которому здесь привело этих двух, в общем-то, жен, которые были у Иакова в ветхозаветное время, Ли и Рахиль, что они уже пробегают к противозаконным действиям, к шантажу сначала Рахиль. «Дай мне, — говорит, — иначе я умираю», — потом вот к противозаконным действиям и какой-то магии. Всегда есть в азарте такая вот серьезная опасность. Будем внимательно наблюдать, как ходим. Итак, услышал Бог Ли, она зачала, это соперничество продолжается. И сказал Ли, «Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моего, и нарекла имя Исахор», и так далее. И вот 21 глава рассказывается о том, что потом родила дочь и нарекла ей имя Дина. Очень редко в Священном Писании, когда мы читаем о рождении детей, встречаются имена женщин. Но здесь это имя подчеркивается, что она родила Дину. Именно с Диной в другой главе будет связано те события и то состояние духа, которым в этом соперничестве, в этом состоянии духа, в котором родилась Дина, будет связано, ну, в общем-то, с такими враждой, военными действиями, местью, кровопролитием. Все это результат того, снова повторю, в каком духе была рождена Дина, то есть что делали родители, какое было соперничество, и, в общем-то, неуемный и в некой степени даже диковатый какой-то азарт. Наступает время, после того, как Рахиль родила Иосифа, наконец, Рахиль рождает сама Иосифа, 25 стихе, Иаков сказал Лавану, отпусти меня, и я пойду в свое место и в свою землю, отдай мне жены, детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, которую я служил тебе. И сказал ему Лаван, ой, если бы я нашел благоволение перед очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословляет меня. Мы увидим, что Лаван не хочет отпускать Иакова, и говорит о причине, что Господь за тебя благословляет меня. Действительно, пока Иаков служил у Лавана, то богатство Лавана было приумножено. Он был его неким таким проводником благодати Божией, и он понимает Лаван, что, уйдя от него Иаков, он может лишиться этого благословения, но его в большей степени здесь интересует не Иаков, а именно материальная составляющая, которую он получает через этого праведника и пророка Божия. И сказал, назначь себе награду от меня, и я дам. И сказал ему Иаков, ты знаешь, как я служил тебе, каков стал скот твой при мне, ибо мало было до меня, а стало много, о чем я говорил. «Господь благословил тебя с приходом моим, когда же я буду работать для своего дома, и сказал Лаван, что дать тебе?» Иаков сказал, не давай мне ничего. То есть он хочет удержать и говорит, возьми. Но Иаков говорит, я и так тебе уже отслужил и приумножил твое богатство. Ничего мне не надо. Дай мне теперь свободу, которую ты обещал, когда я буду работать для своего дома, потому что я работаю только на тебя. Иаков сказал, не давай мне ничего, если только сделаешь мне, что я скажу, я опять буду пасти истеречь овец. Я пройду сегодня по всему стаду, он видит упорство, что Лаван не хочет его отпускать, и смиряется. Говорит, хорошо, я пройду по всему стаду, говорит, выберу овец различных и с крапинами, говорит, возьму себе, а с хорошей шерстью, с хорошим руном, которое было в цене, возьми, оставлю для тебя. Почему Иаков так поступает? Какие здесь прообразы Священного Писания? А церковь, например, Александрийской школы, аллегорической школы, видят, что овцы с крапинами — это те дары благодати Святого Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, которые во всей полноте отобразились в Церкви Христовой. Как раз с крапинами эти овцы так и обозначают все дары благодати Святого Духа. На этом, в общем-то, глава заканчивается о том, что Иаков и стада его приумножались, и каждый раз, когда зачинал крепкий сход, Иаков здесь проявляет такую мудрость, что даже по-особому он распределяет скот, и там говорится о прутьях, которые он клал перед глазами овец. Многие в этом отце, опять повторю, аллегорической церкви видят и насказание о том, что эти прутья и, как я уже сказал, овцы, рождающиеся с крапинами, что это дары благодати, о которых апостол Павел говорит в послании к Коринфянам. Можно всегда открыть, имея священное писание под руками и зачитать о них. Это, например, 12 глава, где апостол Павел так и говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных, и перечисляет их. Дары различные, а дух один и тот же, служение различные, а двести один и тот же, но каждому дается проявление духа на пользу. Седьмой стих. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знание тем же духом, иному веру тем же духом, дары исцеления, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов и так далее. То есть перечисляются дары. Прообразом этих овец с крапинами были именно дары благодати Святого Духа, которые в дальнейшем отобразились во всей полноте на Церкви Христовой и на людях, входящие в Церковь Божию. Итак, мы видим, 30 глава рассказывает и учит нас не прибегать в духовных каких-то целях, не прибегать в своем, даже если можно, так сказать, в своем миссионерском служении, да и вообще в служении Богу, каким-то противозаконным действием, потому что часто противозаконные действия подвигают людей к противлению Бога и рождают не совсем то, не совсем приносят те плоды, которые были бы угодны Богу. Будем внимательны, братья и сестры, к своему духовному миру, будем внимательны к своим действиям, будем помнить молитву, которую мы читаем с вами ежедневно, молитву «Отче наш», что «Да не наша воля будет, но воля Божия». Не будем подражать Рахиле, заниматься неким таким духовным шантажом, что иногда бывает в нашей православной среде, когда играют на религиозных чувствах, как и Рахиль здесь сказал, «Дай мне, иначе я умираю». Не будем подражать тому соперничеству, которое произошло между Лией и Рахилей в деторождении, но будем стараться всегда слушать Слово Божие, слушать наставления апостола Павла, слушать наставления самого Господа и Спасителя Христа и других апостолов и пророков, святых отцов и учителей Церкви, о том, что, как и говорит апостол, необходимости подражания во всем Христу и внимательно наблюдать за своей духовной жизнью, чтобы она была не мимо Христа, а по Христу. А Христос говорит о Себе, «Я есмь путь, истина и жизнь». Будем свою жизнь приводить в состояние Хреста подражательности. Спаси Христос! Субтитры создавал DimaTorzok